всем привет доброе утро у нас катюша накрыла на стол будем завтракать дима до сих пор спит но это не новость надя снасти тут у нас активники и бодрычком все же не стесняешься все давайте за стол меню готова до тебе вот тут там насти там дима если он он не станет спит на ли настя и мы так что ребят всем приятного аппетита не знаю мы с ним завтракали но ванюш ты кушать будешь кушать пойдешь не он ел хорошо поел а приготовь покушать приготовь покушать куда ты горишь но и идешь ты проверить будешь воду ну и играй тогда как штаники подтянулись ну что ребят девчонки уехали женя тоже вот дима там на улице где-то катается вот я уложила ванюшку спать он сейчас спит так очень чутко спал что я это еле вылезла с под него переложила спит на нашей кровати сейчас там ваня лежит меня подменяет я так проголодалась вот поэтому сейчас разогреваю кофе которая так и не смогла допить сейчас он разогреется я какой-нибудь бутерброд сделаю и пойду обратно наверх к ванюшке смотрите кто у нас тут проснулся ваня нет ты не проснулся ты еще спишь да наш красавчик наш любимый красавчик можно к тебе сыночек можно к тебе да да вы с мамой смотрите а ты поближе к маме ты же мой золотой ой ой а ты играть будешь со мной нет с мамой будешь да с мамочкой будешь играть я так снимаю у тебя такая дырка на коленке что за дырки а катя что за дырки нет у тебя пижамных штанов целых на зашить просто очень удобно подобные просто приобрести моль проела точно сынок это ты дырку сделал ну что ребят сейчас ваня играется с ванюшкой я тем временем поднялась наверх я сегодня решила не краситься сделать выходной для своего лица и вообще сегодня у нас такой домашний домашний день а вот посидела помониторила посмотрела а недвижимость сейчас захожу более-менее через день через два чтобы посмотреть если какие-нибудь новые объявления новые дома и они есть вот и я хочу сейчас вам парочку показать вот что у нас есть я сразу хочу сказать что в предыдущем влоге где я показывала на дамам были комментарии что написали да вот посмотрите тех обратитесь к тому там то там то есть супер классные дома зачем вам это старье и и всему тому подобное и когда я вам показываю дом не обращайте абсолютно внимание на мебель и на цвет стен потому что в любом случае мы естественно мебель полностью либо она будет продаваться без мебели либо если с мебелью то в мебель все будем либо продавать либо отдавать либо выкидывать в зависимости от состояния вот и полностью все будет наше плюс естественно если не капитальный то косметический ремонт сто процентов будет поэтому мы с вами смотрим чисто на планировку на расположение дома дом снаружи и нужно естественно смотреть на состояние дома все остальное все можно сделать все можно отремонтировать вот и я еще раз повторюсь надеюсь что те кто уже пишет что на юге там таравьехе в аликанте можно квартиру супер-пупер крутую купить или дом за дешевле да еще раз повторюсь на юге испании можно купить дешево но нам не подходит юг испании поэтому там мы покупать ничего не хотим какая бы там классная крутая недвижимость не было возможно как если иметь дополнительную тут в испании называется сунда рассиленция то есть второе место жительства до второй дом вторая квартира то возможно на юге можно и что-нибудь прикупить но основной основное место жительства на постоянной основе где будет мы хотим все таки вот север до каталунии это вот зона moresman называется коста браво вот дикий берег по-русски если переводить нам это побережье нравится вот все давайте теперь я вам покажу так ну что ребят смотрите какой домик а он стоит 277 тысяч подождите нет 227 тысяч евро и здесь нет бассейна и здесь тоже нужно делать ремонт вот так выглядит с улицы это получается гараж и сверху жизнь и идет в общем территория и единственное да мы бы хотели с вами чтобы у нас был ровно участок как здесь где мы сейчас живем а здесь получается многоуровневый вот я не знаю просто на практике удобно ли это вот такая вот зона здесь есть и вот в принципе вот здесь вот можно сделать веранду да вот здесь балкон и террасы и вид на в общем участок внутри планировка неплохая но мы бы все поменяли естественно убираем не обращаем внимание ни на мебель не на что только стены нас интересуют окна камин классно то что есть камин потому что мы очень хотим камин доме кухню вам практически во всех домах ужасные кухни поэтому кухню тоже не берем счет это все именно фасады и вот это ящики все 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 в идеале бы вот эту сносить стену но тут уже по плану здесь нет плана поэтому непонятно куда ведет эта стена вот спальни но здесь в принципе большие спальни как для испании и вот такой вот вид с террас считаю и летом здесь все зеленый ну как бы все зелено классно но зимой этих листьев не это получается хорошая видимость соседям потому что они чуть выше чем этот дом а хочется все-таки уединение какого-то хотя бы даже не знаю как вам это объяснить и вот получается еще под самим домом дом стоит как видите на таких колоннах и под ним есть такое вот место большое достаточно это вид с окна вот тут терраса и под ней получается гараж там дальше улица мы сейчас смотрим сейчас так как пока что сейчас нас пасха да праздник святая неделя называется то у нас все притормозилось мы не можем в банку попасть вот но как только все закончится то а в общем то будем уже ездить вот второй следующий вариант триста сорок две тысячи евро стоит терраса зал тоже неплохой и и большая кухня как видите смотрите вот здесь вот виден диван нас кухни виден диван это вообще как так не знаю можно ли эту стену или вот эту стену убрать коридор комнаты здесь вид получается на горы по моему без моря здесь вида на море вроде как нету такие вот комнаты в ванной комнаты не понимаю почему они делают такие продолговатые мне кажется квадратные более удобные не на хотя нет есть видно море вот оно море и еще вот такой непонятный балкон сосны с одной стороны сосны классно с другой стороны они здесь очень сильно цветут и весной все в пыльце такой оранжевой которая очень плохо смывается окна новые видно что сделали ремонт фасада не доделали даже строительные материалы видно что новенькое все сделали тут осталось закончить я так понимаю ремонт и что-то что-то здесь еще а и здесь классно что есть мансардный этаж это круто его нужно доделать и здесь в принципе можно на на весь этот этаж сделать игровую комнату для детей вместе с провождением родителей то есть какие-то диваны пуфики поставить может проектор чтобы смотреть фильмы и плюс чтобы здесь можно было играть игрушками отдыхать ну то есть я просто видела многих англоязычных блогеров у которых есть возможность у них вот эти вот мансарды на этаже не выделяют полностью для семьи для детей и времяпровождение с ними и я так понимаю с мансарды есть вот этот вот балкончик вот такого домик и как видите нет в нем бассейна вот а это что за дом двести семьдесят одна тысяча ну-ка давайте пока вместе посмотрим этот дом я не видела вид на горы внутри выглядит есть камин большая ванная комната джакузи комната гардероб ну симпатично и я думаю где-то здесь можно делать бассейн что бассейна вроде как нет о есть прачечная класс да прикольно прикольно вот смотрите за двести пятьдесят тысяч но это зона тордера я как бы там да там подешевле недвижимость но нам для названия немного далековато конечно такой вот домик в принципе ухоженный внутри вот вид получается на на деревья ух ты классно барбекю вместе с крышей здорово что это террасы ого гараж какой на три машины если не больше ну снаружи такой домик пальмочки и вот получается дом и здесь вот еще участок земли ну прикольно прикольно есть на что посмотреть вот и я вам еще что-то хотела показать по-моему вот это за двести пятьдесят пять тысяч домик тут уже пустой продают но он такой небольшой совсем тут тоже нет бассейна ну вот такой вот есть тоже менять кухню в общем вот это я не понимаю что это зона такое ощущение что это цокольный этаж потому что здесь есть мини кухня камин туалет комната и вот как то так такой бассейн тут в принципе можно установить обычный который в земле устанавливается такую вот недвижимость можно купить за двести пятьдесят пять евро мальчишки мои очень громко играют я думаю вы уже услышали в общем вот такие вот вариантики смотрим ищем я сохраняю и периодически тоже обновляю те объявления мало ли допустим если их не продадут то до того момента как можно мы все подготовим и сможем посмотреть то мы позвоним и естественно и будем договориться о встречах вот а пока я себе сохраняю эти странички и жду жду ой у нас такое небо красивое вообще вид у этого дома просто прекрасный обожаю этот вид вы посмотрите какое небо сегодня красивое море такое темное вообще в моих мечтах и конечно чтобы дом был с видом на море и это для нас тоже важный пункт с Ваней мы хотим открывать окна и видеть красоту это реально это возможно вы сами видели просто нужно знать какие именно урбанизации выходят на вид на море вы посмотрите кого я увидела сейчас приближу и вот этот черный кот любит спать на наших сиденьях на веранде ох и черный котик ох и котик сидит сидит что-то рассматривает ой здорово конечно очень и очень многие я читала писали что вот Катя с Ваней большие запросы им бы дом попроще либо же наоборот что после этого дома будет сложно жить в доме попроще но на самом деле вы знаете мы во всяких разных местах жили везде можно сделать уют естественно мне кажется это нормально что каждый человек хочет жить более комфортных и удобных красивых условиях не знаю почему нужно мечтать о меньшем мне кажется наоборот нужно мечтать прям глобально а там уже посмотреть как получится потому что я мечтала жить в подобном доме но я даже не могла себе представить что у нас это получится что ну так все сложится что мы реально будем жить в доме с видом на море у нас будет свой бассейн на участке но все получилось поэтому нужно мечтать и не бояться самое главное мечтать а еще самое главное никогда себе не говорить и не слушать никогда других которые говорят ты не достоин да ты в таком доме да никогда фигня это все каждая из вас каждый из вас достоин жить в классных условиях и вы имеете право мечтать о том месте жилья какое у вас вот сложилось в голове вот к той цели идите поэтому все впереди все будет шик да блеск закрывает что прохладно стало вот что что мне здесь очень нравится в этом доме окна они немецкие и у них офигенная звукоизоляция просто классная вот что что мне очень нравится и плюс от них не дуют не пропускают пума ты видела там к тебе гость пришел там выжидает тебя черный кот ну что давай я тебя пообнимаю поглажу тебя она пойду посмотрю и вам покажу что мои мальчуганы делают еще что мне очень 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 нравится я хочу в собственном доме чтобы на лестнице тоже было большое окно это так классно спускаешь смотришь на эту красоту и света много в прибавок в добавок ой 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 вы класс классную игру играете мы тут носились уже по дому класс вот это все чистое надо просто отнести я все недавно не донесу кто это ой уточка мокра нет или уже да ой а это кто кто это зачем ты капаешь а что ты делаешь какао какао и мне и мне я тоже ну что сейчас жара начнется будем играть будем играть в водичку на улице дружку я уже весь мокрый ну вот вчера у меня тоже играл я ему теплое налила и он так долго сидел играл ему так понравилось пусть дайвала пусть дайвала амаддабдам амаддабдам аккуратно вверх, а сзади дверь там дверь, сынок с другой вот тебе тоже да И мне. И Пуся. И Пуся. И Пуся. Ребят, мы сегодня первый раз посмотрели с Ванюшкой мультик Валли. Я его не видел. Не знаю, мне кажется. Я его видел один раз, когда он только вышел. Это было, наверное, лет 16-17 было. И больше я его не видел. Ну, прикольный мультик. Потому что я вообще практически не помнил сюжет. В флешбеке были, но в целом не помнил. В общем, Ванюшке понравилось. Это, наверное, первый мультик, который он смог посмотреть от начала до конца. И он не связан с машинками. Естественно, он бы как бы роботизировал, робот. На протяжении всего фильма он говорил. Ма, ма. Да, но он иногда просил, типа, давай Маккуина. Но потом отвлекался и смотрел. Потому что мы когда другие мультики смотрим, сюжетные, то ему не нравится. То есть он посмотрит, там, минут 20 максимум. Потом встает, начинает играть. Но так как он сейчас у нас такой слабенький. Ой, что? И... В общем, мы посмотрели. Мультик прикольно. Я сейчас буду монтировать. А еще у нас с Димой начался ночной жор. Я ем хлопья. Но, как видите, Дима тоже далеко не ушел. Так что будем сейчас... Я буду монтировать. Параллельно есть хлопья. И увидимся с вами завтра. Дима, хватит мучить. Это бедное создание. Вы слышите? Вот так вот он его любит. Да. Не трясти на моей тарелке. Сейчас мне добавишь волосиков. А что? Не нравится? Это на своей трясти. Так сотней. Все, ребят. Увидимся с вами завтра. И всем пока.